То есть речь идёт теперь, мы должны говорить о дхарме. Харма – это наше предназначение. Вот давай по этому поговорим, поскольку ведь то, что будет потом, это после того, как произойдёт переход, то есть когда человек оставляет этот термин физический концепции, человек оставил тело. Оставил тело – это означает, что кто-то оставил. Но вот мы оставили там кошёлку, с продуктами где-то, оставили. И вот такое выражение говорит о том, что мы не тело, а просто об этом западной, скажем, в Севософии, в западной структуре нашей, там, где мы проживаем, как-то нас об этом не учили. А вот Восток – это всё как бы знает. И вот такое понятие дхармы, то есть наше предназначение, это не значит быть поэтом, художником, там, это всё следствие. А вот именно в чём заключается наше предназначение, как это определяет с точки зрения ведической психологии? Да, тема дхармы – это очень глубокая тема. И по сути, ею пронизана как бы вся наша жизнь. Другое дело, что нас, к сожалению, в западной цивилизации никто не учит дхармы, в чём как бы, какова природа души и для чего она как бы вообще создана Богом. Веды говорят о том, что на самом деле в творении Господа у всего есть своя дхарма. Приводится простой пример, да. Если вы возьмёте сахар, задаться вопросом, а в чём состоит предназначение сахара, да. Ну, кто-то может сказать, что предназначение сахара – быть сладким. Неправильно, да. Предназначение сахара – делать пищу, ну, в которой сахар добавляется, сладкой. То есть дхарма сахара – это делать пищу сладкой, а не быть сладким. То же самое дхарма соли – не быть солёной, нет. А делать пищу, которой соль добавляется, ну, подсоленной, да, соленоватой. То же самое дхарма перца – придавать остроту, ну, блюду, в которое оно добавляется. То есть придавать определённый вкус жизни – это вот такое яркое сравнение. У каждой специи есть своя дхарма, она добавляет какой-то особенный вкус к пище. И таким образом делает, как бы, эту пищу более яркой, более, как бы, вкусной. И оказывается, не только у специй, да, но у нас с вами также есть дхарма. И наша дхарма заключается в том, чтобы делать эту жизнь более вкусной, ну, более радостной, счастливой. То есть мы пришли в этот мир для того, чтобы на самом деле сделать этот мир лучше, то есть сделать её более радостным, более счастливым, наполнить этот мир большей любовью. Что Бог – это любовь, мы с вами тоже частички Бога, мы тоже носители этой энергии любви. И мы рождаемся для того, чтобы проявлять эту любовь. И таким образом делать этот мир более привлекательным. Для этого мы созданы Богом. И вот в этом наша дхарма, то есть делиться этой энергией любви. И таким образом, наполняя этот мир, этой энергией любви, делать этот мир более привлекательным, более совершенным, более радостным, счастливым. Это природа души. И вот если душа не реализует эту свою природу, то есть вместо того, чтобы искать способа, как этот мир сделать лучше, как сделать жизнь окружающих людей лучше, как наполнить окружающую атмосферу вот этим радостью, счастьем, любовью. Если душа не ставит при собой такой задачи, она не осуществляет свою дхарму, она не исполняет свое предназначение, она становится вот сахаром, который не делает пищу сладкой. То есть сколько этого сахара не добавляй, а пища слаще не становится, блюдо, да? Получается, какой смысл в этом сахаре? Это не сахар, это подделка. Поэтому дхарма – это качество, которое присуще каждому объекту этого мира. И когда это качество, этот объект проявляет, мир окружающий благодаря этому становится более совершенным. И наше качество, самое главное, которое мы должны учиться проявлять, это любовь. То есть мы пришли в этот мир для того, чтобы учиться любить и учиться также принимать любовь. И таким образом делать этот мир лучше. Конечно, веды говорят, что в действительности, вот когда мы проявляем эту природу души, когда мы проявляем эту любовь, мы таким образом совершаем то, что в ведах называется служение. То есть мы таким образом служим этому миру. Поэтому веды утверждают, что природа души – это служение.